дорогие друзья добрый день сегодня мы снова в конквесте на маяковской сегодня мы посмотрим на дайверские часы самых разных категорий разных брендов разных ценовых сегментов всем привет почему дайверы ну потому что дайверы такой популярный стиль в часах и ты наверное самый популярный тем сейчас практически во всех брендах есть обязательно дайверская линейка почти по всем брендам прошлись и если честно выбрать было непросто дайверов классных много появляются новые сейчас мы вам как раз покажем такие и новые хиты и уже модели которые некоторое время назад появились и при этом завоевали сердца запястья многих людей ну и сердца и запястья да мы подобрали десятку самых лучших самых интересных на наш взгляд на признать такие очень популярные бренды тесо есть и тесо есть и омега если брайтли в общем я думаю всем что он найдется интересное у нас здесь тесоси стар professional новинка увеличенный корпус 46 миллиметров большой в размер для настоящих дайверов для больших рук 600 метров водонепроницаемость классные часы специально для этого дайвера в компании тесо подготовили два синих циферблата мы выбрали необычный потому что есть синий синий а и цвет морской волны как мы говорили в детстве да когда популярный свет лазурный или синий зеленый а ассоциация с морями и у нас был некоторое время назад обзор мы с виктором обсуждали часы до 100 тысяч рублей тоже как раз прошлись по по конквесту выбрали часы там была похожая модель да но не надо пудать то что проб дайвер а то просто обычный обычный чуть чуть меньше у них по размеру и циферблат там просто такой с градиентом цветной здесь а сексуру с таким вот рисунком да еще и волна есть на циферблате внутри стоит пауэрматик 80 часов это уже золотой стандарт для компании тесо да и вообще такой классный стандарт для вот этого начального сегмента с их работа рабочая лошадка больше трех дней без подзавода они будут лежать даже если вы на пляже трое суток пролежите не меняя позы то они будут показывать точно время стандарт практически вот дайверские естественно здесь однонаправленный безель сапфировое стекло причем такое достаточно толстая хорошая водозащита то есть принципе там здесь меньше 200 ни у кого у нас не не будет а если и 500 и 600 причем здесь керамический безель что раньше в начальной категории часовой не было сейчас сейчас уже есть дальше поговорим о сертини давай здесь у нас два дайвера мы взяли тоже новинку переиздание the super ph 500 переиздание часов которые появились больше пятидесяти лет назад специально для экспедиции тиктон тоже профессиональный дайвер здесь специально сделали даже такой оранжевый хорошо видный на глубине циферблат увеличенное стекло увеличенный размер специальный ремешок под костюм который помогает хорошо сидеть часам на руке на любой глубине ну в общем специальная профессиональная модель выпущены они совместно с клубом любителей аквалангистов немецким интересные часы трушный дайвер почему дайверы популярны не все дайверы скажем так увидят море или в ютубе я видел такие комментаторы которые уверены что люди покупают дайвер исключительно как такие деск дайверы чтобы в офисе там производить впечатление даже появилась вот эта знаменитая фраза деск дайвер то есть тот дайвер который из-за стола то в офисе и не встает да да приятно почувствовать ныряет только максимум нырёт в чат кутежа 5 минут ну во первых все дайверы конечно производится с тем прицелом что если вы в них отправитесь не просто плавать а и нырять и они будут вам верным надежным спутникам да там всегда есть люминова водозащита одноправные бездельные и так далее все подобное но при этом некоторые дайверы еще выпускаются по мотивам старых дайверов когда они были действительно тул-вотч да такой прям вот так когда без них вообще да никто не но я думаю что и все вот эти новые дайверы мы тоже любим за то что они все равно сохраняют дух того что у тебя на руке такой надежный инструмент все-таки дайвинг и вот эту дайверская вся тема подразумевает что часы надежные но и конечно же сильно а у меня в руках другой дайвер сертина page 200 диспич 200 у нас они были только в синим цвете в обзоре до 100 до 100 тысяч часов популярная модель особенно в этом ценовом сегменте открытая задняя крышка и тут мы конечно не можем смолчать чтобы в комментариях виктор михайлович прошу прощения то что перебивала но чтобы как бы были был какой-то вот хронометраж более такой вменяемый уложиться в полчаса но правильно ты прекрасно модерировал но получилось так с моей стороны претензий нет все нормально как будто бы я просто не даю словно сказать а не за может быть даже переживая что виктор скажет что-то лишний торопился чтобы больше больше воткнуть информации вот в да в имеющийся хронометраж вот все порядка много комментариев так вот по поводу механизма внутри стоит тоже powermatic 80 так любимые уже культовый механизм очень обсуждаем механизм то есть у свачей в начальном сегменте этот механизм очень хорошо но слухи слухи информация которая появилась там где-то на форумах этих там лохматых годах но они актуальны сколько уже лет пауэрматику да уже больше десяти мне когда то есть много-много лет это был под для своего времени инновационный механизм не группа компания в которую входит много всего думает как бы оптимизирует производство но при этом не потерять качество не пуски был были применены несколько деталей из композита информация попала люди начали переживать как это скажется на надежности но по факту компания то сидел тестировала изучала через какое-то время заменила эти детали на композитные потом тестировались композитные то есть была сначала идея так понимаю что механизм не обслуживать а просто его убирать вот а потом уже заменили все детали на остальные то уже нету ничего пластикового механизма представители компании и тесо из сертина подтвердили что уже больше двух лет не используются композитные детали даже не не пластиковая даже композитные но почему возможно одна из причин почему обсуждается до сих пор так на форумах дело в том что только авторизированный сервисный центр имеет доступ к базе запасных частей которые есть у свотч групп поэтому очень часто не авторизированные сервисные мастерские не могут обслуживать механизмы пауэрматик потому что они просто не имеют доступа к элементной базе но и мы так предположим мы ничего не говорим но только предположим что возможно эти мастера как раз тоже появляются надо в комментариях с как раз с гневным мнением по поводу пластика и так далее если вы читаете комментарии что я не знаю наверное может быть и не делать но если вы читаете комментарии то есть всегда все-таки делайте скидку на то что возможно человек в чем-то заинтересованность в другом бренде или в какой-то своей работе или что-то может быть он продает что-то чинит или еще что-то у нас конечно самые лучшие комментарии и не ругали меня за дело да и так что в общем мы поправились и я теперь оправили на область самые лучшие комментарии только у нас на канале вот пожалуйста пишите комментарии этом с кем-то бывает спорю что-то объясняют дополнительную информацию даю у нас в тот раз были в комментариях и представители компании которые отдавали как исчерпывающие ответы по некоторым тем вот так что если что-то непонятно и какой-то есть спорный момент пишите в комментариях мы всегда только за будет то есть может быть надо нужно вообще выпустить отдельный ролик по по какой-то теме а дальше у нас гамильтон да причем вот я тут хочу сказать что для меня такая не дайверская компания них понятно мне не вчера появились мягко говоря дайверы но для меня конечно бы хамильтон больше про киношные штуки полевые часы полевые часы да это много-много лет были самые доступные механика причем такого классного бренда мне вот всегда нравилось на самом деле очень часто хамильтон по всем рекомендовал и многие люди покупают хамильтон просто вот именно из-за вот этой киношной истории у них поможет какие-то сотни-сотни фильмов самых разных они причем так вот очень крутые делают интеграции уже вот недавно появилась модель будет много вот этот вот пульсар только теперь смотрится да с зелеными цифрами красным условно экраном в прошлом году дали ему хрустальный анкер с александр ветром каждый год выбираем лучшие часы вот в прошлом году как раз вот хамильтон стал одним из одним из лучших часов то что такое было очень знак очень крутое возвращение классные часы вот если сейчас когда вы смотрите этот ролик возможно уже вышел новый наш обзор лучших часов 2021 года вот хрустальный анкер часы которые получат в этом году вот пока на всех случаях не называем если ролик еще не вышел но скорее всего он уже вышел и вы найдете ссылку на него в описании но что мы можем сказать про хамильтон про этот дайвер это одна из новинок да керамика на керамика сапфир механика то есть все как коронка на резьбе задняя крышка на резьбе классный люм мощная люминова то есть все как бы как положено водозащита 300 метров 300 метровый дайвер внутри находится пауэрматик опять же это тоже сводч-групп да куда входит бренды там от сводча до бригер при этом есть у тисо есть механизм который действительно не 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 обслуживается сразу как бы там в сервисе меняется он называется свисматик свисматик да свисматик известный механизм у него там сколько срок работы там лет на 5-7 лет это такая начальная механика у тисо вот но это совсем другой истории пауэрматик свисматик то есть это две рамки истории да да пауэрматик то есть он достаточно надежный чтобы его ставить в дайверы потому что как бы часы не просто так вот ставят и аккуратненько кладут вот в перчаточках в коробке то есть кто был на фактурах мы были мы видели какие-то вот эти все садомаза приборы которые вот какие испытания проходят часы там и браслеты и корпуса и мокрые сухие тесты не делали не пробуйте этого дома как под предсмотром профессионалов но это в любых часах вы можете действительно погружаться к суколамбом здесь мне нравится циферблат классный он такой немножко зернистый плюс вот эта полевая тематика с двойной индикацией времени в общем все элементы стиля гамильтон соблюдены мы их не сравниваем в плане того что кто-то выберет одно кто другое тут на самом деле сравнение такое условное но камень своей какой-то вот тематики фил часы где-то футуризм а тисо конечно вот ну прям абсолютно по классе морская тематика модный этот градиент такой достаточно последние там вообще мы можем говорить о том что все-таки тисо это очень широкий бренд который направлен на большое количество клиентов да гамильтон немножко другая история его нельзя назвать нишевым но естественно у него свой стиль такой и своя аура еще один есть дайвер который тоже как раз мы можем отнести к дайверам не как у всех не как у всех да ну здесь конечно как ну условно да как у всех и плюсы да керамический безель мощные сапфиром мощный люм все как положено водозащита стальной корпус такой вот с аккуратной такой фасочкой полированный красивый классные часы да если вам хочешь что-то такое вот более нишевая да то мы тут как раз смотрим на хамильтон и на мидо или мидо как вам нравится в комментариях были фанаты разных звучаний но нам главное конечно то что классные качественные часы полированный такой вот у них хорошая внутренний безель плюс еще индикация второго часового пояса мы ее с тобой очень любим да мне кажется это вообще самое классное одно одна из самых классных функций вообще в часах но я думаю что одна из самых часто используемых и более таких востребованных я думаю что все-таки люди чаще пользуются gmt чем например там хронографом я даже бабушкина урал позвонить я да я стараюсь там у всем всегда пользоваться какие только функции есть но также как и дайвера не не всегда попадают вот она это глубину на руку там околонгистов да но gmt точно можно выставить и очень удобно то есть например это вот мой родной городок например он находится там в другой часовой зоне вот и опять-таки там я надеюсь вернуться наши многочисленные поездки в швейцарии где тоже там плюс два плюс три и не будем использовать наши джемси стрелки вовсю и на моря я думаю поедем еще безель крутить но безе мы еще попроще покрутим что-нибудь на вас эмар я думаю что как раз такое интересное сравнение из неочевидных а следующий у нас раймонд вэл раймонд вэл они мне кажется стали сделать керамический безель еще одни из первых до того как это стало по стримам как говорят при этом сам бренд не не самый спортивный скажем так всегда больше про классику да про классику про классическую музыку даже название коллекции так такие были парсифаль отелло да но ему тут немного шагнули да то есть другого уровня механизм керамические безель красивый циферблат в духе времени дайверы появились нельзя сказать чтобы уже очень давно ну наверное пару лет они выпускаются все характерные черты стандарта дайверского налицо на мой взгляд очень интересный браслет вот это сочетание такого многорядного гибкого мягкого браслета и дайвера гармоничные часы выглядят это часы про то что вот когда хочется чего-то такого но немножко не такого да чё-то необычного плюс опять таки вот дата виде такой актура большой обычная история безель понятно он везде у всех плюс-минус похожий тем более когда все стали делать керамические безель конечно не керамические керамическая вставка интересная дата все равно стрелки метки вот этот вот лолипоп на самом деле действительно так называют лолипоп лолипоп он найдете в алгоязычной среде здесь стоит модифицированная брендом селита но те же самые около 40 часов запаса хода пока селита еще не подтянула заводские барабаны свои но очень хорошие часы если вас так не сильно напрягает этот запас хода если вы покупаете часы на каждый день вообще не без проблем вообще все это ходит прекрасно и вид очень хороший всячески рекомендую размер такой прям в меру чтобы и впервые в мир и на потисках прекрасный опять-таки деск дайвер да красивый браслет я думаю все таки браслет подразумевает что вы в них погружаетесь учено тайм-менеджмент для того чтобы позволить себе не только стандартные направления а какие-то еще прогуляться по набережной красиво кстати у них есть и каучуковый ремешок так что можно если что оставить от браслет дома перекинуться на ремешок и в соленое море море песок опять-таки да то есть хочется иметь какие-то часы которые вот не жалко сидим на одни часы и для каких-то таких особых условий может может быть даже японского производства кстати было много вопросов про японские часы да почему у нас не было в нашем обзоре до 100 тысяч японских часов простой ответ на что мы хотели показать часы живьем да они картинки или какие-то официальные видосы и соответственно мы прошлись по салону и добрая кстати никакого предубеждения ни у тебя ни у меня нет просто мы работаем только со швейцарскими брендами причем я помню что раньше у вас были на самом деле да популярные японские бренды были но это была другая точка продаж это был отдельный салон в торговом центре который потом закрылся и мое предположение не знаю так или нет но есть в этих в японских часах момент такой что там независимо от бюджета их люди как бы и онлайн заказывают а здесь все-таки важность в чем как бы прикол салона до мультибрендово они монобрендово бутика в том что здесь люди приходят и могут как раз сравнить людям гораздо проще прийти и посмотреть там не зовут вот рядом их приложиться одни часы на руку другие кстати как и в прошлый раз конкурс обещал дарить подарки тем кто придет покупать часы из этого ролика просто скажите пароль хроноскоп ну или расскажите что вы посмотрели это видео теперь хотите купить часы один из этих дайверов вам подарит визитницу мандлан или что-то даже посерьезнее если вы будете покупать часы из высокой ценовой категории не благодарите у людей что же иногда вот бывает что судя по комментариям но как бы не ну скажем так не следят за ценами что естественно вот но цены меняются даже те цены которые у нас были в том обзоре достаточно рублей уже изменились что даже две переоценки уже было да мне кажется да конкурс в этом не виноват виновата экономическая ситуация и курс меняется приходится местным офисом пересчитывать и еще мне кажется тоже раз мы говорим про цены дилеры цены не назначают то есть конкурс не решает сколько стоит это омега этот брайтлинг или этот тисо это решает штат квартиры и потом уже говорят что вот вот наши новые часы у них такой-то вот ритейл и они появляются на полке с этим ритейлом так а следующий у нас ладжин гидроконквест и поскольку мы теперь не связаны бюджетом в 100 тысяч рублей мы выбрали актуальный ладжин гидроконквест новое поколение самое лучшее можно сказать от бренда в одних часах здесь керамический безель сапфир все как мы любим внутри новый механизм который эксклюзивно ладжин получает от это он называется три восьмерки l888 у него свой запас хода это специальная модификация я думаю что такой супер хит в этой категории не все цифры есть там по продажам и так далее но люди которые ко мне обращаются за этом за консультациями за помощью выбора очень часто берут как раз гидроконквест причем еще с тех пор когда вот он был без керамического безеля с керамическим безелем еще больше к нему стало внимание он в двух размерах что мне кажется очень важно ланджин такая фишка там все популярные по моему практически модели они 41 43 метра керамические безель вот супер как бы узнаваемый бренд да это такой бенчмарк в своим ценовом диапазоне да и вообще да при этом они выпускают очень много часов но при этом у них отличное качество бренд который все знают многие носят и и кстати те кто покупали ланджину еще даже без керамики многие говорят что вот а помнишь что мне помогал там пять назад у да вы до сих пор их ношу и кайфу от них вот у них кстати есть просто конквест не гидроконквест вот и как бы ну любовь не связана с тем что название как салона конквест дело не в этом просто классные часы да вот этот робик робик на стрелке знаменитый иконы часового дизайна ютюбе есть там разные блогеры которые скажут что где не переплачиваете за бренд но на самом деле вы здесь переплани не переплачиваете не за бренд а за качество за вот эти вот гарантии того что это часы круто сделаны на классной мануфактуре я кстати там был вот обнималась там с вальтером тогда еще был вальтер фон кеннел президент пиво сейчас он уже ушел на на пенсию уже нужно это поправлять здоровье после там 30 или сколько там лет он был мы ланджин любим вот как раз за это за то что человек купил он пьем тебе через пять лет еще тебе скажут что слушай спасибо что посоветовал это были классные часы да у нас так получается что подборка почти монохромные классические цвета для дайверов это черный либо синий здесь у нас есть небольшой всплеск цвета на сертине вот а вообще у гидроконквеста есть еще очень интересный зеленый дайвер да вот как раз хотел сказать что во время обновления у них выявлялись зеленые дайверы плюс есть еще дайвер в керамическом корпусе снова тот же самый форм-фактор но керамический корпус есть зеленый дайвер есть черный синий по моему супер хит как раз вот синий черный но мы на самом деле старались брать не чтобы они были разные такие вот скажем так да конечно черный хит и синий хит это он кроме того есть на каучуке каучуке кстати немного дешевле а еще бекалор а да еще есть бекалор для тех кто хочет стали стали золото да тоже очень интересный вариант да по 11 хитов в этой категории переходим но как раз чтобы у нас да чтобы часа то тоже вот ругали что часа очень похожи но что поделаешь есть определенные как бы такие часовые тренды есть есть стандартами все следят но окей ладно сейчас порадуем чем-то очень особенным это орис орис непростой орис лимитированный орис знаменит своими усилиями по поддержке разных экологических проектов в данном случае они поддерживают усилия по защите вымирающие китовые акулы и вот в поддержку фонда они выпустили такие интересные часы дайвер аквис с функцией gmt и циферблатом который повторяет поверхность кожи вот как раз этой китовой акулы мне даже может быть немножко больше нравится дайвер у ориса с градиентом там очень красивые циферблаты там синий зеленый многие знакомые покупали очень довольны что даже на этом циферблате есть небольшой небольшой градиент но здесь все равно отвлекает пупырчатость акулья пупырчатость кроме этого конечно ориса классные метки бронзовые и хочется еще конечно же сказать не то что к силу моды да вот эта поддержка экология они как бы опять-таки до того как это было модным поддерживали самые разные там фонды спасали рейн спасали там разные озера озера потом этот очень мне нравилось модель тоже таким градиентом архипелаг небольшой атолл да кстати даже в поддержку байкала у меня кстати на руке тоже дайвер я думал что к ним перейду их и нету в конгрессе но есть у меня на руке особенность этого дайвера в том что два раза был на байкале он участвовал по сути в байкальском марафоне есть такой на весь мир на самом деле знаменитые один из самых сложных марафонов там люди бегут от берега до берега по льду в марте вот то есть при этом в март там не как здесь то есть там марта холодно что один в один из марафонов его просто отменили посреди дистанции всех сняли потому что там началась уже такая там просто ураган метель то пришлось всех снимать чтобы не было совсем не добежавших вот но на следующий год тогда вице-президент еще был на ранле камп но он как раз бежал у нас на руке оператора были как раз эти часы и вот они два раза выдержали байкал так что такие уже для меня их часы из истории а еще здесь вот царапинка это как раз мы часами этими в прошлом году когда выбирали вот лучшие часы вручали хрустальный анкет как раз вот ими девушка открывала бутылку шампанского поэтому я эти часы да с таким вот провинансом с особой до истории вот да поэтому конечно же да то есть это вот часы с ними не расставлюсь никогда никаких условиях итак мы поговорим про аорес там в принципе можно целый обзор про них делать про каждую модель и вот и классные часы мы в первую очередь да галопом по европам пробежим но мы да заявляем какие-то интересные необычные вещи там еще кейс такой особенный такой дайверский в общем вот все 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 прямо трушный в этом плане классный дайвер аккор акварейсер тоже коллекции конечно много лет в этом году она обновилась кардинальным образом это мощный произошел его лап я их причем тестировал носил некоторое время по-моему там неделю или две еще тестировал из тоже из новой коллекции только титановый зеленым зеленым и циферблатом классный дайвер мне кажется это один из лучших дайверов этого года как минимум там конечно же есть вопрос цены до ценовых особо не обсуждаем ну то что как бы разные ценовые сегменты но участь от ты вроде выбираешь дайвер но может за эти деньги уже там ну да не для пряк уже приоритет классные часы да 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 другой немножко да не просто человек вот но мы взяли здесь для обзора более такую массу это стальной корпус керамические безлины опять-таки все эти фирма есть такой же черный есть такой же серый они причем еще в этом обновлении ну есть подробный обзор у нас но как бы сейчас скажем что есть еще женская модель причем они тоже механика мне даже вне женских кстати очень понравились у тага одни из лучших женских спортивных часов но не спроста это один из ведущих спортивных брендов и спортивным моделям очень много уделено внимание мы много продаем спортивных часов для девушек очень часто девушки берут бренд тоже известный для кого-то важна там история с гонщиком сеной да для кого-то участие в кино для кого-то еще что-то но главное чем этот дайвер отличается от акварейсера раньше был тоже керамический безель стало больше углов заострели я бы сказал заострели свой дайверский угол да вот часы сохранили собственно все фамильные опять же черты но при этом вы их не спутаете вообще ни с какими вот эта тема многоугольности да которая и на многоугольном безеле не круглом ну как бы он скругленный но тут есть уголки небольшие и метки на циферблате восьмиугольные все говорит да это такое рак в рейсер почему еще дайверы популярны да то есть мы сказали что вот это вот все вот морская история но кроме этого бренды особенно такие самые-самые лидеры индустрии много вкладывают в то чтобы привлечь к ним внимание чтобы создать их вот вокруг них там и какой-то шум и какую-то легенду да то есть то что там называют стори тейлинг и то что не за называют другие даст не зовут маркетинг но действительно много много лет и омега и rolex и все другие бренды ну топовые все как раз продвигают свои дайверы но мы не можем быть как бы вне вот этого информационного поля они если мы не только что вышли из тайги равно где-то что-то вы видели и как то у вас что-то где-то осталось часы бонда часы спортивных достижений самых разных там спортивных состязаниях там какие-то их носили звезды кино а мы переходим к брайтлингу как раз мы говорим про супер бренды там раз супер огромной рекламной компании великих спортсменов великих актеров великих гонщиков ловцов достигатель для достигателей всех всех видов всех сфер жизни и тут конечно мы логично переходим к брайтлингу и потом еще перейдем к омеге у меня в руках знаковые для брайтлинг часы часы брайтлинг супер оушен коллекция которая ведет свое начало с 1957 года но при этом это не совсем обычный супер оушен да мы привыкли к тому что они либо синего либо черного цвета здесь зеленый цвет необычный ремешок типа нато это часы выпущены вместе с компанией аутер ноун знаменитого если не сказать легендарного серфера келли слейтера до келли слейтера легенда спорта я много общался с разными брендами которые занимаются экипировкой для них это просто не за супер имя как шумахер супер легенда при этом легенда к счастью живая нельзя наверно он уже не выступает как на чемпионатах но все равно большой имя причем он известен широкой публике что за то есть это просто для нас немножко такая в стороне темы там от экологии спасение моря а у них море близко вот они любят посерфить и как раз когда я думаю серфе то натыкаются на всякие бутылки обрывки сетей вот все это их печалит и там и рыбам плохо и людям плохо всем плохо и конечно вот занимаются спасением и разрабатывать самые разные технологии как это все делать собственно спасать вот но у келли слейтера у него компания которая занимается аксессуарами из переработанных выловленных там сетей и бутылок пластик выловленные из моря перерабатывается в гранул эти гранулы еще потом волосы и получается вот такой прекрасный ремешок вот он при этом комфортный классный ремешок то есть нет ничего в нем такого что это лично не пахнет как бы все с ним хорошо убрать его было тяжело очень выбрать конкретную модель очень сам люблю супер оушен классные часы тоже должен херетейч многие да особенно супер оушен херетейч многие знакомые их там покупали получает от них удовольствие здесь зеленый необычный классный цвет да есть при этом вот вот эта история история можно их поставить и на браслет и на каучук и как вам больше нравится и все будет просто отлично контрастные стрелки и люминова мощная водозащита отлично удобный размер лично мне не все брайкинги подходят там какой-нибудь там Avenger супер Avenger конечно смотрится как какая-то эмористическая такая история вот но а вот эти часы даже на моем небольшом запястье смотрится круто очень классные часы а то есть это мы уже перешли в такой в тяжелую артиллерию да то есть это уже такие вот нового супер гранда супер бренда то есть один из самых знаменитых швейцарских брендов которых все знают все любят и у кого нет хотят да даже если пишут комментарии что так и конечно же самый наш такой этот крим-де-ла-крэм супер бренд вообще не только в часах а вообще в мире среди брендов вообще всех брендов до любых и в часах тоже один из самых самых популярных и потом по всем параметрам самых главных брендов это конечно же омега вот омегу мы знаем в самых разных ипостасях и на луне они были и по морям и океанам авторизованные часы в космосе там причем есть тоже градации авторизованные часы в космосе есть авторизованные часы для работы вот в открытом космосе короче омега это очень серьезная техническая научная по всем параметрам и такая история то есть это не просто вот бренду потому что это маркетинг или еще что-то я был у них бельбьение и то есть я был если честно потрясен я такого нигде не видел там вот огромная система хранения ставки прозрачные в полу и ты смотришь и видишь склад роботизированный и там ездит робот набирает на поле это там нужные вот детали нужные какие-то от коробки там с комплектующими и от размер где-то с пятиэтажку там причем разреженный воздух чтобы не было там зато и пожара там нету людей чтобы не было или ездить только вот этот робот все он это собирает потом это все там дальше идет по вот технологической цепочки вот отдельные там большие залы где сидят мастера как раз все это дело собирают проверяют тестируют почему потому что кроме того что очень красивые часы да то есть очень красивый калибр очень высокая сертификация то есть а у омеги такой подход что там мы не просто легендарный бренда мы вот один из лучших брендов один из самых там надежных по всем параметрам просто топовый топовый бренд хотите мануфактурный механизм пожалуйста здесь есть высокая степень отделки художественной она здесь есть при этом при этом это тул-вотч да как бы то есть такой условно дайверские часы и при этом это очень высокий невероятно высокий уровень технологичности то есть по всем фронтам это да потому что все знают что там вот коск да коск окей все знают но коск не все может быть знают что это тестирование только механизмов механизм нужно вставить сам корпус чтобы получили собственные часы сначала идет коск а потом уже метаз часы в сборе проверяются на там антимагнитность точность водозащиту и по пяти параметрам основным ну то есть по сути такие неубиваемые классные швейцарские часы и при этом они выглядят очень очень круто я взял вот эту белую модель то что она особенная она новинка я думаю что многие уже нарвили черные синие это классические да такая уже классика вот белый очень классный контрастный просто такая конфетка плюс один из самых крутых из-за узнаваемых браслетов очень красивый очень удобная здесь и застежка сзади мы видим как раз механизм через сафировое стекло что не часто бывает у дайверов там понятно по техническим как раз вопросам а полюбоваться там есть на полюбоваться да очень как раз хочется как бы на тот механизм где стоит собственно на него посмотреть да там принципе комикс там этом силе то в принципе не смотреть да то есть я обычно закрывают а вот это конечно дорогого стоит со всех сторон классный конечно как полировка вот эти все грани безель то есть но супер классные часы омега вот поэтому кто у меня знакомый покупал все счастливы и вот очень долго носят плюс все дорогие и в цене не все время повышаются такой момент что на гордовую честь и классных хорошо я тогда успел купить часы потом они со временем дороже так что ребята обратите внимание кто знает как что будет с рублем дальше вот может быть стоит в декабре зайти в конквест и примере себе эти прекрасные дайвера ну вот в том числе классный амегу давайте еще послушаем может быть по это покрутим безель сравним их безель потому что так часы конечно сравнивать их наверно особо не имеет смысла я думаю что ну и так наглядно видно да то есть почему как бы эти безель и приходите к нам померить их уже уже их померить уже живьем да все это дело испытать вот часы как бы достаточно разные с одной стороны все дайверы они немного похоже ну для особенно человека несведущего но когда мы смотрим их ближе они очень разные они разные подделки и то есть грубо говоря закрыт до бренд то есть мы их все равно вот эти часы узнаем они у всех есть своя какая-то особенность и при этом я думаю вы их покажете человек который ничего не знает про часы и там даже закроете бренд даже сон там слышал про какие-то бренды он все равно я думаю их вот расставит примерно в том же порядке вот в плане цены потому что но все-таки отделка корпуса отделка браслета циферблат безли все 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 вот эти вот нюансы они вот создают вот это вот такой ореол часов и так а если он и я мы они вот здесь дорогие друзья спасибо за просмотр вот надеюсь вам понравилось пишите какие еще хотите вы темы чтобы мы так вот прошлись по такой вот мощные подборки вот может быть кому-то интересно там авиаторские часы может быть на голосу завят кому-то может быть на борт костюмники то есть я думаю кто-то уже может устал от дайверов и вообще от этого всего паркнер и до сети спортивные движухи вот пишите в комментариях что вы про это все думаете какие часы у вас вот а ну и чтобы как-то поддержать как раз ваш это вашу активность да в комментариях давайте сделаем так что за там прессу вас к этой есть классная история про дайверы или например они за просто что-то вот вы интересно хотите про это все рассказать то пишите и мы среди них выберем и там какие-то презенты сделаем отметим 3 может быть 5 комментариев прям выделим какие-то самые интересные что-то что-то отправим в принципе если там есть кто только сейчас подключился то у нас уже есть такой большой опыт обычного кит большие обзоры мы там всегда что-то дарим рассылая вот и главный проси вот так вот вот большое спасибо за просмотр все жмем дал лайк дизлайк подписка комментарии все всем счастливо пока ставьте колокольчик